С давних времен Южная Корея славится своей культурой потребления мяса собак. Наконец, власти страны обратили внимание на волну негодования среди местных и зарубежных активистов за права животных. Новый закон отныне запрещает их выращивание и торговлю для последующего употребления в пищу. Событие вызвало резонанс в корейском обществе, ведь необычная для нас пищевая традиция для некоторых граждан является способом заработка. Вообще нужно отметить, что употребление в пищу различных животных, растений, оно в историческом разрезе носит не только физиологическое значение для того, чтобы покушать, но и имеет определенное философское, иногда даже религиозное значение. Поэтому целый ряд народов употребление в пищу животных, оно носит более важное значение, нежели просто чисто физическое. Распространение этого решения вызвало различные реакции в обществе. Некоторые местные жители протестуют и отрицают факт культурного значения поедания собачьего мяса, ссылаясь на его долгую традицию, в то время как другие считают запрет правильным шагом в обеспечении благополучия и защиты животных. Против в первую очередь выступили фермеры и заводчики, ведь закон предусматривает закрытие и остановку предпринимательства. Считалось, что поедание в пищу мяса собак, оно происходит в условиях засушливого периода времени. И вот когда происходила вот такая церемония, это считалось возможностью того, что закончится сезон засухи и наступит сезон дождей. И в этом смысле это была определенная жертва, которую приносили во имя, ну так сказать, появления дождя во имя произрастания урожая. Стоит отметить, что из-за общественного резонанса правительство Южной Кореи установило до 2027 года льготный период для фермеров и заводчиков. Хотя закон предусматривает запрет на разведение собак на убой, а также разделку и распространение собачьего мяса. Людям, работающим в этой индустрии, будут выплачены субсидии, которые позволят им найти другую работу. Иван Шаньширов, Валерия Карташова, Тимур Ахметов. Универновости.